добрый тур коллеги рад всех присутствовать немножечко заминка но тем не менее приступим с вами марченко юрий управляющий активами а также практикующий трейдер сегодня мы с вами традиционно смотрим утренний брифинг подводим итоги прошлых торговых идей и записываем конечно их статистику безусловно ну и конечно же смотрим что мы сегодня будем по факту отторговывать но прежде всего хочется сказать что сегодня по экономическому календарю нас ждут некие события давайте попробуем посмотреть что они себя представляют так сегодня у нас четверг 6 июля прошли публикации так называемых минуток ну по большому счету ничего сверх нового там рынке не увидели поэтому особых движений мы сами тоже не увидели да это суть заключается в том что сначала на заседание фрес публикуется так называемый стейтмент то есть короткая скажем так информация касаемо ну это выдержка конкретных вещей конкретных идей по монетарной политики а вот эти вот минутки публикуется это расширенная версия того что уже было опубликовано ранее поэтому фактически ничего нового обычно такие моменты не публикуются и рынок на это реагирует в целом нейтрально чтобы играть что он и сделал из других новостей сегодня я бы отметил выступление так нет публикация протокола заседания по монетарной политики в 19.30 моего местного времени по москве это будет в чешу так по москве это будет в 14.30 мальчик запутался в 14.30 но тут такая же история фактически все уже сказано все уже понятно можно краем глаза смотреть нуждать какую-то особую там реакцию я бы не стал изменение числа знает их вне сельскохозяйственном секторе вот то зачем сегодня можно последить в 20.15 моего местного в 15.15 москвы так называемый пред нонфарм да напоминает что это неделя нонфарм сказать завтра будет само событие и с чего что и ждать ну последнее время нонфарм несмотря на то что у фрс отмечает что он и не смотрит на эту статистику тем не менее но удивляет поэтому сегодня можно посмотреть сегодня стоит наверно посмотреть ну я надеюсь что рынке перед этим событием не замрут потому что иначе торговать будет ну просто невозможно индекс дел активности pmi не так интересно особенно после нонфарма предварительного но и запас сырой нефти тоже только для тех кто торгует собственно границ получается что сегодня день у нас по факту поинтереснее чем это был вчера и позавчера даже наверное вместе взятой само событие уровень безработицы будет завтра крутой но сегодня можно подождать ецб и можно подождать а дпп по трудоустройству ну и традиционно по парам пробежимся что конкретно получилось что не получилось смотрим мы с вами рыночный сантимент используем индикаторов и данных индикаторов от shark fx точка ру а также данных открытых данных по позициям ряда брокеров а также мы смотрим с вами кластера и рыночный профиль через платформу атас и биржу семьи собственно говоря ну и поехали евро доллар мы с вами не смогли по результатам брифинга по идеям брифинга заскочить в продажу в районе 1 1370 до здесь была лимитка напоминаем кто торговал стриме и кто это из учеников мне тоже писал что заскочили вручную здесь очень отлично получился вход я же вы могли видеть тоже по брифингу по трансляции заскочил после вот этой шпильки это шпилька мне по факту ни о чем не говорит то есть мы с вами двигались вниз состоялась шпилька состоялся откат и вот здесь тут собственно на этом откате получилось некий профиль забрать однако порезатом брифинга ничего нового мы здесь не увидели мы здесь не вошли ни входа не было не было ни выхода поэтому идея может считать не отработана никак что у нас изменилось на сегодня значит посттай на сейчас в пошут по данным шести из семи брокеров большинство находится именно в шортах но тут как шестьдесят шесть шестьдесят один семьдесят один шестьдесят семь не критические значения но все равно максимальные если мы посмотрим с вами стакан то мы видим что во первых сразу бросается в глаза люди которые застряли здесь на хаях то есть они откупили на хаях и сейчас сидят там они до сих пор значит в теме и дорога вверх пока до сих пор закрыт поэтому вверх мы с вами обновлять хай не пойдем однозначно будем ли мы обновлять минимум скорее почему нет напомню да сам несмотря на то что сантимент оков многие тоже удивляются трансляции почему пара уже несколько дней идет против сантимента потому что надо понимать что вот эти вот шестьдесят семь процентов артистов они находятся не здесь на самых а ях и они не зарабатывают да они находятся везде вот здесь вот здесь на самом самом верху находится наоборот те кто умудрились откупить в большинстве своем да есть конечно есть те кто продали на большинстве своем здесь есть те кто купили поэтому движение вниз это не движение в сторону толпы это движение стороны все равно против толпы несмотря на то что такой свет поэтому надо смотреть безусловно здесь контексте фьючер на данный инструмент посмотрим что он нам тут подскажет изменилось ли здесь что-нибудь немножечко побольше прогрузим фьючерс 6e u7 это сентябрьский фьючерс на евро доллар мы с вами видим что до сих пор максимальный объем находится здесь поэтому сись в принципе ничего не изменилось принципе ничего не изменилось поймут в контроль примерно здесь вчера мы в него тестировали да то есть получается самый самый поймут в контроль приехали поехали дальше вниз поэтому трендовая структура сохраняется ждем откаты ждем пробои движение вниз это движение основное в принципе если все удалить то я вам скажу так я вот я очень часто такие вещи опубликую сейчас на это же подскажу что вот есть у нас все равно сопротивление она достаточно большое находится она в районе 1 13 61 13 90 чё там 30 пунктов получается и мы выше него не должны пройти несмотря ни на что какие бы там а дп бы не а были опубликованы все равно мы ждем откат все равно мы там и ждем ищем точку входа в шорт шортим и работаем вниз значит если будет откат первая наша цель это 20 вернее 1 13 25 это цель вот этого минимума вот и вторая цель собственно говоря так который мы и преследовали ждем уже несколько дней до 12 1 12 90 и дальше там банили то есть чтобы там не случилось какие бы там одп бы не вышли бы в принципе структуру они поменять не должны поэтому идея шорт стопик прятать 1 13 90 попробуем мы с вами здесь реализовать я не говорю что стоп не сработать просто если он сработает это будет говорить о том что тренда нисходящего нету вот и все значит ну и второй сценарий безо всяких там откатов увидеть пробой пробой надо увидеть отметочки 1 13 12 ну то есть у самого лоя да вот и собственно говоря после этого тоже увидеть какой-то откат и на откате пробовать заходить и там уже по целям посерьезнее можно либо 12 90 либо еще меньше ниже вернее в районе 1 12 65 в принципе тоже можно сегодня вырулить почему нет да в рамках intraday вполне вполне цели здесь вот такие но здесь понятно вот здесь стоп надо будет локально какой-то ставить смотреть в моменте уже после собственно говоря пробой фунт доллар здесь интересная ситуация конечно не вырисовывает она не продажи ничего но не вырисовывает хочется отметить что что мы вроде бы обновили минимум как ждали вроде бы откатили и надо бы продавать дату здесь сложно посчитать статистику ну сколько мы ну вот этот минимум не обновили за который по-хорошему да правильно бы ставить стоп поэтому даже если мы кто-то здесь зашел в шорт там со стопом в 30 пунктов он до сих пор в позиции находится поэтому мы с вами не будем считать по брифингу стоп здесь да и сделки собственно говоря не было я не видел чтобы кто-то там шортил бы по этим идеям брифинга то есть тут скорее всего народ ну никак не никак здесь ничего не сделал значит по сантименту относительно ровненько на самом деле 57 62 60 то есть даже есть те кто продают есть покупает это от брокера брокер по-разному поэтому здесь не показать нам надеюсь ничего сами абсолютно не увидим единственное что это движение вниз сохраняется потому что мы вчера хоть и не прошли вниз там сильно да но мы прошли важный рубеж это 120 и 30 по фичам этот рубеж это вот эти вот кластера здесь на торгованные поэтому движение вниз сохраняется движение вниз является для меня как минимум основным докуда мы будем двигаться давайте попробуем посмотреть и докуда двигаться во первых и что собственно с этим делать до сих пор вот эта штуковина максимальная так же как и случае с евро мы можем ее оттестировать вот и уже потом пойти дальше давайте-ка мы тут подетальнее посмотрим даже я бы сказал вот это все до сих пор максимальная нету здесь такого явного тренда какого-то да ну тем не менее давайте будем преследовать ту же самую идею что и вчера это движение вниз со стопом ну вот таким вот с таким столом даже даже сделаем так вот у нас 129 80 это место где цена не должна оказаться 129 45 ширина сопротивление 35 пунктов в принципе нормально и такая же идея да мы вот в глубь то можем откатить этого допуская вот оттуда все-таки должны как-то проявить какую-то инициативу и давать дальше вниз в этом плане стоп установлен на 29 80 нас должен спасти хоть и не обязан да потому что не стоп сами понимаете срабатывает и вы сами все прекрасно видеть дело в том что цели есть куда ехать и в реально можно двигаться сейчас попробуем получше подетальнее поискать какие цели если дадут возможность но нет ну пусть будет в районе 29 ой 28 60 120 60 те цели которые мы с вами будем преследовать те кто находится в продажах и стоп спрятали за вчерашний хайп принципе могут дополнительно не заходить ну разве что если в мане менеджер стопа позволяет поставить стопик чуть повыше либо часть пофиксить и тогда уже поставить стопик чуть повыше и такой тоже практикуется вот канадский доллар здесь у нас выкинула должно было выкинуть да мы зашли впервые поехали в нашу сторону не доехали до цели ребята многие задавали вопросы нельзя ли здесь продавать здесь уже продавать конечно нельзя было но с другой стороны давайте мы с вами засчитаем это минус 300 пунктов то есть которым получили опять по брифингу здесь но на самом деле ничего не изменилось дам потому что самым безопасно стопы об этом вчера я говорил находится в районе 33 55 то есть появление цены только выше чем 33 55 было говорила было каком-то там сломе тенденции прочее прочее здесь в принципе ничего не изменилось шесть пять из шести брокеров говорят что у меня в логах находится и только фикс факторе против всех но так же принц был и вчера также приц был и вчера мы сами видим где конкретно не чтобы она делали значит кстати говоря вот в этом месте в самом лое нашлись участники который продали поэтому движение вниз пока тоже закрыты я думаю что до завтра до завтрашних данных по по безработице и в коллайде в том числе мы как минимум ниже не упадем поэтому нас с вами флэт и границы этого флэта четко определены вот они вверх вот они вот он низ и наверное то же самое должно быть в кластерах давайте заглянем кластер 6 и фичер 6 и валютный фичер на пару доллар каннский доллар перевернутая том плане что если там мы смотрим логи здесь шар ты смотрите внимательно до большой объем находится здесь и находится какой-то ну хоть и небольшой не максимальный но здесь тем не менее поэтому флэте мы будем работать в рамках флэта с приоритетом на понижение с приоритетом на понижение поэтому здесь надо было так стать вчера увидеть по большому счету здесь один тридцать пятьдесят пять один тридцать двадцать нашины в двадцать даже я бы сделал бы один тридцать десять ох как широко но что есть то есть это у нас все есть не что иное как сопротивление выше него мы не должны в принципе попасть да есть поддержка она выглядит достаточно интересно на самом деле поэтому ее нельзя списывать счетов один двадцать девять сорок один двадцать девять десять пусть будет до шириной в 30 пунктов она наторгована вчера позавчера то есть две последние сессии вот и мы допускаем вот сюда вот рост и где-то здесь можно поиграть с рисками попробовать по шортить стопик два тридцать пятьдесят пять в принципе этого рядом будет достаточно если цена кажется выше это уже будет говорить о каком-то развороте для слоем тенденции вот но пока идея вот такие иена беде и пока нету вчера не знаю кто то это кто-то покупал продавал здесь смотрите какая ситуация во первых сантиментом ровный и ничего там не сделайте с ним абсолютно там дисбалансе только низко ликвидные брокера поэтому скорее не если смотреть кластер там тоже полное безобразие уж поверьте мне значит что смотреть на младших таймфреймах и вообще в целом у нас сами ну есть предпосылки и к лангам и к шартам тут вообще все конечно есть и вот у нас сопротивление и вот у нас сопротивление у нас такое знаете как типа треугольник что ли я не знаю что можно сказать формируется поэтому ну честно говоря я в замешательстве и учитывая что но форму и завтра сегодня дп наверное лучше ко второму отложить по автор лицу идея наш сработала мы с вами планировали с продажи там 176 26 со стопом там 20 пунктов мы с вами забрали 260 эти 260 пунктов мы с вами запишем по итогам брифинга и я даже знаю людей которые в чате написали в стриме людей которые где-то шартили здесь 20 пунктов успели откусить поэтому поздравляю что будем делать сегодня здесь и это по сантименту сейчас обновимся а он в теперь 0 10 относительно все ровненько 55 49 реально ровно не я бы сказал что тут отчет другое при применять мы можем начать также заваливаться мы заваливались сами кстати говоря и обновила и да то есть по большому счету здесь тренд причем нисходящий достаточно давно с момента заседания в какой-то степени есть одна на торговочке есть другая мы будем торговаться внутри этого боковика и все это разрешится скорее в нижнем вниз нежели вверх поэтому здесь идея остается прежняя есть сопротивление находится в районе 120 7 0 76 15 и 0 76 35 пусть будет вот и есть поддержка 75 70 75 85 значит скорее всего есть стопы под 75 70 это внимательно посмотреть ребята кто проходил обучение должны знать как это все дело выглядит посмотрите потому что можно на стопах пробовать поработать да они есть да они есть и наверное мы попробуем еще там поставить лимитку на чисто на этих стопах если получится то есть на стопах который расположен под этой шпильки значит идея какая ждем коррекции который может ставить куда-то сюда здесь рассматривать шорты шортим с нижней с целью до нижней границы вот из топиком за зону собственно говоря и вторая идея пробой пробой вниз который тоже может состояться здесь у нас есть топики еще внимательнее надо будет посчитать сколько они их там вот ну и цель наш с вами не такая грандиозная 75 50 можно попробовать достичь и даже 75 45 чушь там можно попробовать достичь эту цель в принципе вот так мы сами ждем и вот так мы сами рассматриваем все здесь тоже с учет колонки как видите пока не смотрим вообще в принципе новозелла ну двигается вниз за вчера получается скорее вниз ходил чем вверх опять же дневка вот такая девка то там вот такая вода у нас типа такой как там доджи как это называется не знаю неважно предлагаю тоже оставить и не смотреть посту поскольку ничего сверхестественного сами там не увидим ну учетом все же все в буковиках тоже во флете сантименту как раз что глянуть изменился он или нет наверное изменился должен быть нет не изменился большинство откупает но будем платить бы что продает прошу прощения будем платить будем платить потому что но тут все равно есть люди которые купили также к случаях евро да на самых а ях поэтому движение вера закрыта однозначно но вниз если будет двигаться то очень-очень скромно франк здесь такой момент интересный значит здесь давайте мы с вами посчитаем стоп-1 то есть минус 350 пунктов но я тоже сомневаюсь как случае там с фунтом что кто-то в него залазил потому что вчера у вечера утром дан тоже в брифинге была четкая идея закрыть любую позицию потому что дело труба и вверх скорее пойдем и пошли и в принципе обновили лой и откупать то было сложно даже если кто-то и откупал здесь поэтому делать не здесь надо было откупать люди которые учились на что вот баланс который дали движение вверх поэтому откупать на улице здесь и стопик прятать правильно поэтому даже как и случае с евро должны находиться сейчас с фунтом должны находить сейчас хоть и в минусе но не в стопе поэтому пока только идеи с пробоем с вами дампу преследуем что изменилось движение вверх мы с вами будем теперь ждать несмотря на сантимент хотя должно быть ну измениться сантимент большом счету сейчас мы обновимся и посмотрим вот обновились да нет все еще откупают очень много вернее да вернее откупает очень много но и также как в случае с евро и на хаях да есть тоже вчера спрашивали почему он растет потому что вот здесь вот есть люди которые продали их видно да а вот тот момент что там большинство откупает да это большинство откупает он на всем этом падении откупает более-менее какой-то измеримый баланс находится здесь и мы до него вполне можем дорасти реально может до него дорасти это будет контр трендовая сделка это будет опасные сделки поэтому возможно даже может быть и лезть не стоит но давайте фич посмотрим может чем интересного там покажет но фич показывает что вот сам большой баланс на самом деле мы его можем тестировать и пойти туда а вот там уже действительно серьезные дядьки сидят то есть вот в этом месте серьезный дядька сидят и до туда можно расти это против тренд ребят не считаю цель с обратным здесь откупать ну давайте идею озвучим значит почему не то это 96 15 96 40 это поддержка читать нее мы оттолкнемся и даванием вверх в какой-то степени и вот наша цель это 97 ровно не больше даже может чуть меньше план пусть будет 97 ровно безусловно надо дождаться откат какого-то потому что 100 будет от этого покороче вот ну и сам стоп можно под 96 16 стоять но опять же это контр тренд может быть это конечно развивается тенденция восходящего не знаю когда но выглядит все это не очень круто на самом деле но тем не менее там с риском 20 пунктов попробуем собрать 600 это было бы на самом деле неплохо давайте даже по консервативе не поставим 95 95 то есть вот таком формате попробуем поработать золото вниз идет но застряла сегодня адп завтра он фарм предлагаю тоже не трогать и каких-то других там сделках не участвовать ну и все в принципе основные моменты рассмотрели здесь на золото если что иди вниз она все еще сохраняется вот как-то пока позастревали объема наверно копится внизу хотя не является большим надо смотреть тут дело как спираться идет сам то деле ну просто можно дождаться больше коррекции вот сюда 1240 это по фичерным ценам и там уже смотреть какие-то продажи а пока что они цельсообразие вообще залазить тем более новость события может быть в стриме может быть в прямой трансляции будет какая-то другая идея пока нет все коллеги на этом все значит большое спасибо за внимание по вопросам вопросов нет ну и все тогда в этом же режиме брифинг завтра без опозданий ну и сегодня встретимся в стриме еще вот Продолжение следует...